Так, значит, все, я ответил, продолжаем. Значит, про Элтона Джона я нашла, что у него мама была такой эмоционально холодной, может, нарцисской, может, нарцисской или что-то в этом роде. Не любила сына, и потому он всю жизнь пытался доказать, что он чего-то стоит. Ну, в общем, да, да, в общем-то, ну, все, что перечислено вами, короткий сюжет фильма, который, как он там, вот я все время забываю это слово, блин, мне кажется, неудачно его назвали для российского зрителя. Напишите мне в комментариях, в общем, вот этот вот фильм, как назывался с Элтон Джоном, вот это вот слово, Баркинг Мэн какой-то, что-то там, ну, блин, в общем, отвратительное название для российского зрителя перевели, вот, точнее, никак не перевели, ну, нельзя так такие названия оставлять вообще, вот. Захочешь посмотреть, и надо сначала гуглить фильм про Элтон Джона, потом вот этот вот Баркинг Мэн какой-то там что-то, Баркинг Мэн, блин, нет никаких ассоциаций у русского человека, который, блин, вот я хотя стараюсь учить английский, но не возникает никаких ассоциаций даже рядом вот с этим словом. Словно «Мажор» слышала, когда на Первом канале несколько лет назад была премьера сериала «Мажор». Серьезно? Ну, вообще оно такое очень употребляемое, мне кажется, словом, но да ладно. Я сначала не захотела его смотреть, но когда реклама услышала, что «Мажор» на сценарии фильма сильно изменился, много осознала, стал таким благородным, решил все-таки посмотреть, да, первый сезон произвел на меня сильное впечатление. С детства нам всем хочется верить в сказку. Ну, наверное, честно, не любитель русских сериалов, хотя вот свойства русских сериалов, они могут быть либо абсолютно ужасные, либо, ну, на вес золота, вот какая-то вещь там, персонаж или сериал. Вот, но большая часть, конечно, абсолютно ужасного вообще российского кинематографа, на мой взгляд. Напишите в комментариях, может, я ошибаюсь, но мне кажется так. Ну, российского именно, не советского, не постсоветского, а вот именно современного кинематографа. У меня такие люди, значит, про деньги истероидного типа пишут, у меня таких урожений людей нет, мне кажется, Екатерина опять пишет, мне кажется, что дружить с астероидами интересно, таким же истероидам, чтобы у них совпали ценности, стремление демонстрировать себя. Хотя, может, наоборот, противоположности могут притягиваться к друг другу, но, скорее всего, ненадолго. Так, как сказать, нет, истероиды будут, видите, конкуренцию чаще в другом истероиде. Все очень индивидуально, в каждой ситуации индивидуально, поэтому здесь сложно сказать, с кем там дружит истероид, по-разному. Вот, Катерина пишет также, спасибо, Сережа, вам спасибо, Екатерина. Значит, люблю ваши видео, снятые в таком формате. А вот в таком формате. Так, значит, ай, ай-яй-яй, сейчас оно все пропадет. Неужели это так трудно? Я должен просить вас о том, чтобы вы сняли видео про деньги у восьми психотипов за пять минут. Уважаемый Николас, дело в том, что если я сниму про деньги, восемь психотипов за пять минут, я потрачу кучу времени. По смысловой нагрузке получится то же самое, что восемь психотипов выбирают мобильный. И съемки подобного видеоролика у меня отнимают целый день. Это очень много, честно. Это очень много еще в том плане, что я активно продолжаю учиться. И на данный момент я учу клиническую психологию. Поступил на повышение квалификации для врачей. Нашел уникальное, в общем, место, где это можно сделать. Вот. И, соответственно, плюс еще эндокринология, вы помните. И это занимает большое количество времени. То есть, еще там нужно пациентам отправить, отписать инфу. То есть, прием это же может длиться полчаса, но потом я там людям расписываю целый час еще там работаю со всем этим. Плюс, ну, короче, у меня всегда много времени занимает оформление медицинской документации. Может, если я 20 лет там проработаю, будет меньше. Но это всегда меня вот затрудняло. Человека на работе, который бы сейчас помогал это делать, там медсестры дополнительно и прочее. Это же не поликлиник. Никто не будет дополнительно держать. Поэтому вот все на мне пока. И честно, тратите время на видеоролик, на мой взгляд, который не очень много просмотров собирает. Как вот я заморочился. С моей подругой мы сняли 8 психотипов за 5 минут. Ну, да, и что-то я не вижу там каких-то много просмотров, честно. Вот эти 6 тысяч, это ни о чем для такого видеоролика, на который я потратил время. Мы ее обылили водой, я не знаю, она страдала из-за этого, кстати. Вот, поэтому, соответственно, ну, не вижу я такие, соответственно, затраты, да, пока не оправданы. Будут просмотры, буду снимать хоть каждый день, если будет достойное количество просмотров. Хотя бы 10 тысяч, если бы за неделю собиралось, за неделю хотя бы, да, уже было бы как-то неплохо. А так оно, ну, ни о чем. Так, 5 баллов, спасибо, очень грустно, очень просто. Это казна, где вы лучшие, спасибо вам, казна, вы тоже офигенно. Интересно ведутся, Екатерина пишет, интересно ведутся ли эпилептоиды на всякие акции, распродажи, скидки. Один человек, который, возможно, является эпилептоидом, очень ведется на эти уловки, может купить что-то на данный момент, ему жалко, иначе пропадет скидка. Нет, там вряд ли эпилептоид на это будет вестись, вы сейчас не эпилептоиде, если он ведется на скидке, типа пока вот скидка куплю, если из последних денег нет. Эпилептоид, он накопитель ресурсов в чистом виде, в деньгах там и так далее. Он поведется на скидку, если получит еще скидку, а потом получит еще и бесплатно. То есть, это вот так выглядит. Но очень маловероятно, очень. Должна быть еще какая-то примесь, если там и есть эпилептоид. Смотрите мое видео, два психотипа в одном тогда. Но это не эпилептоидный признак. А может быть такое, что эпилептоиду жалко тратить лишь деньги на других людей, но ему самому что-то хотелось бы купить для себя, то он выбирает самое лучшее, перестает экономить. Эпилептоид выбирает самое лучшее, когда ему с помощью этого самого лучшего нужно решать конкретные задачи. То есть, если он покупает молоток и лом, то в некоторых случаях, если это особенно интеллектуально развитый эпилептоид, он действительно купит самый лучший молоток и лом. Если самый лучший лом, он понимает, что не будет разницы, и можно покупать его не за 10 тысяч рублей, а за, я не знаю, сколько там стоит лом, тысячу рублей, за тысячу рублей, он купит за тысячу рублей. Но если он понимает, что адекватно нельзя купить микроскоп за маленькую цену, то, конечно, он будет покупать микроскоп за ту цену, примерно плюс-минус за ту ценовую политику. Которая есть. Но использование микроскопа и всех принадлежностей для него может быть, как в том случае, с иглой. То есть, очень редко эпилептоиды покупают что-то стрёмное, неподходящее для работы. То есть, но экономить потом, вот он, понимаете, он сначала, он даже купил, но ему, блин, это так жалко, что он потом будет сам обслуживать этот аппарат. Мыть полы, там откажется от уборщицы. То есть, он будет максимально пытаться быстро вернуть затраченный ресурс на этот аппарат, там, или что-то еще. Вот, поэтому как-то вот так вот они себя больше ведут. Так, значит, у меня такой же был, а, ну, чеки, ну, это просто согласие, эхо-эхо пишут, что у него был такой же мужчина-эпилептоид, который экономил деньги. Видео про деньги эпилептоида. Да, соответственно, ну, да, такое часто бывает. Чеки он у него проверял. Менты, их родственники, вояки, это эпилептоиды. Я прав. Спрашивает, а им психа. Ну, уважаемый, а им психа, я бы все-таки высказался, что сотрудники внутренних органов, вот. Да, действительно, среди внутренних органов есть, соответственно, и среди военных, есть люди-эпилептоиды, их очень много, и я об этом говорил не в одном своем видео. Живя с нацистом и даже манипулируя ими, ты все равно остаешься его жертвой, потому что не тратишь свою жизненную силу, здоровье, энергии на себя, свои планы и свое счастье, а тратишь на него. Ты не живешь в счастье, а живешь в постоянной войне. Победить этих тварей можно только полностью освободившись от них, зажив свою счастливую жизнь, выбирая себя и не выдерживая победу. Ну, смотрите, вот, а, выбирая себя, и вы одержите победу. Когда вы такое пишете, это говорит о чем? Что вы сидите, мне это напоминает мальчика, который дрочит за интернетом. Он сфокусирован, очень узкое такое, понимаете, сознательное мышление, он сфокусирован только на женской жопе, у него в руках член, и он сидит вот так и наяривает, короче. И в этот момент он думает только о жопах. И даже если у него включилось какое-то видео там познавательное, он там, учителя сейчас стали писать, что сидят детки и дрочат под столом, значит, когда ведутся вот эти онлайн-уроки какие-то, да, там, пандемию, или где-то видел на ютубе, можете найти этот видеоролик. В общем, смысл в чем? Смысл в том, что тот же самый у вас настолько сужен ввиду вашего стресса, видимо, да, внимание, вот эта вот узкая направленность внимания только на вашу ситуацию конкретно, а здесь вообще про нарциссов это видео старое, как англи нарциссы я читаю, и почему я так эмоционально об этом рассказываю, потому что там этих, как говна этих комментариев собралось вот подобных. То есть, понимаете, поймите меня правильно, вы пишете о своей ситуации, и 100% ситуация о муже сейчас о вашем, или о молодом человеке, который вас бросил, но вы забываете, что вот эти комментарии, они могут причинять боль и вред людям, у кого нарциссическим расстройством страдают их родители, как вышла, писала девушка, или дети, понимаете, молодые дети, может, лет 18-20 молодому человеку, и это ваш там сын или дочь, и им еще жить всю жизнь, и их, может быть, даже манипуляциями нужно наставить на путь истин, чтобы они ошибок каких-то не понаделали, да, мало ли куда там кривая занесет нарцисса. Поэтому вы о чем сейчас говорите, что от детей нужно отказываться? То есть, читая в контексте вашей, соответственно, ситуации, вот этой, да, вашего комментария, я так понимаю, нужно начинать отказываться в раннем возрасте, в случае, если ваши родители заболели нарциссизмом, да, нарциссическим расстройством, нужно от них, нужно ото всех, короче, отказаться от родственников, жить одному в таком случае. Ну, вы думайте, прежде чем написать следующий комментарий. Общение с нарциссом разрушило мою самооценку, привело кучу комплексов, принесло много неприятностей, убытки финансов, потери друзей, рассорило с родителями, ушатало здоровье, нервы, это страшные люди, бегите от них, не теряй тапки. Опять, вы, короче, только о себе пишите. Вы это себе со мной комментарий писали, Ольга Кузнецова? Вы, видимо, себе собой пишите. Или людям. А вы помните, что о вас люди читают? Ну, бегите от собственных детей, роняя тапки. Вот у меня 50%, кто мне звонит на консультации, это люди, у которых дети или родители нарциссы. И вы им сейчас посоветовали бежать от них, роняя тапки. Просто, я не знаю. Был у психолога, наружу справку давали. Все норм, там написано эмотивному типу 15 баллов. Что это значит? Этих тестов, ну, честно, до хрена. И я не верю в тестовую систему. Но понятно, что в госучреждениях или каких-то учреждениях, где условно нужно поставить какую-то оценку, как-то оценить вас, соответственно, ну, нужно дать какие-то баллы, там, еще что-то. Поэтому, ну, видимо, они ставят эти какие-то баллы вам. Но имейте в виду, что это все равно в кавычках. Нужно очень долго работать с человеком, тестировать его, чтобы потом, соответственно, дать правильную оценку, да, в каких-то процентах, баллах, еще в чем-то. Еще один вопрос про гормон роста в видео Екатерина пишет. От человека, который никогда не интересовался темой спортивных добавок и ничего в этом не понимает. Гормон роста – это БАТ или это лекарство? Его холят, пьют, как таблетки. Его делают инъекции в подкожно-жировой слой. Ну, вообще, теоретически подкожно, но на практике попадает там, как бы, их подкожно-жировую клетчатку, этот препарат. Ну, в общем, колят живот инсулиновым шприцом. Но это не инсулин, это гормон роста. Екатерина, просто, судя по вашему подходу, я вижу, что вам нужно озаботиться о своем здоровье и сдать анализы. Вы уж очень сильно игнорируете, мне кажется, и информацию, и подход к применению БАДов и всего. Я, в общем-то, особо не вникала в тему гормонов, различных добавок, которые принимают спортсмены. Слышала, что про анаболические стероиды, но не знаю, что именно это означает. Это же вроде тоже гормоны, а гормон роста не является анаболическим стероидом. А что тогда значит анаболические стероиды? Мужские половые гормоны, что ли? Ну, если очень просто, примитивно, быстро отвечать на вопрос, есть анаболики. Анаболикам можно даже назвать белковые продукты, ну, или вообще продукты в каком-то смысле, потому что мы когда кушаем, из них тоже что-то растет. То есть обычно анаболик – это все-таки широкое понятие. На протеине часто пишут, что это анаболик. Но, соответственно, анаболические стероиды – это группа, да, как правило, чаще всего мужских половых экзогенных, то есть вводимых из нем гормонов, и, соответственно, которые приводят к росту, ну, чаще всего, которые ассоциированы с ростом мышечной массы, да, с прибавком именно костной и мышечной массы. Значит, по гормону роста, да, это анаболическое средство, безусловно, оно вызывает рост и костной мышечной массы, но это уже несколько другая группа, чем анаболические стероиды, да, вот. И это следует различать, это колоссально следует различать, потому что, как я озвучивал, у гормона роста есть гораздо больше терапевтических показаний, чем нежели у анаболических стероидов, да, то есть поводов нам вводить в себя гормон роста гораздо больше, помимо приобретения банальной мышечной массы, чем нам использовать там анаболические стероиды. Вот. Здравствуйте, доктор, спасибо за такое подробное видео освещение данного вопроса вам, спасибо, Екатерина. Так, ну понятно, это просто комментарий. Главное показание для гормона роста, это когда наметание бицуха не растет. Но шутки, шутками полезная информация, так что, как всегда, спасибо за полноценный ответ. ДХ пишет, спасибо вам, уважаемый ДХ. В общем-то, что могу сказать? Да, у многих ассоциирован гормон роста с роста мышечной массы, прибавка силовых показателей, но это неправильно. То есть не нужно вообще, ну, нужно расширять свой кругозор, не нужно относиться и к анаболическим стероидам вот так, однобокое, и к гормону роста относиться, потому что бывают много-много таких вот показаний, когда вот чуть-чуть капельку человеку дал этого вещества, и можно серьезные там остеопорозы вылечить или какие-то такие вещи, которые мучили человека, да, долгое время. Вот. Инвалидизацию даже в некоторых случаях очень часто устранить или избежать инвалидизации. Вот. Поэтому все есть лекарства, все есть яд, все делают только в дозе, да, а в бодибилдинге, к сожалению, дозы очень часто большие используются. А в общем любой стресс, будь то развод, общение с нарциссом или другого рода деструктивными людьми, не равно или поздно заставляет задуматься о себе. Приходит понимание, что другие люди могут быть такими, быть какими угодно хорошими или плохими, но возникает вопрос, а какого фига ты сам попадаешь в неблагоприятные ситуации, неблагоприятные для себя ситуации. Нужно в первую очередь разобраться в себе, решить свои психологические проблемы, чтобы перестать попадать в непонятные ситуации, нести ответственность за свою жизнь самостоятельно. Лайк вам, Екатерина. Ну да, да, ну тут в совершенстве нет предела. Конечно, идеально, чтобы у нас у всех были какие-то свои там психологи или просто близкие люди, кто поддерживал, помогал нам в жизненных ситуациях, помог разобраться. Спасибо за видео, Сергей. Вы используете личные границы. Если можно, хотелось бы подробнее узнать. Ну, напишите, что подробно вам интересно про личные границы. Здесь немного не понял. Все равно лайк вопросу. Ну, не понял. Еще вопрос к Сергею. Как и пилиптоиды относятся к соперникам? Ревнуют ли они других мужчин истерий? Истероидам пофиг. Истероидам только один к себе красивый. Пилиптоид считает, считает, новую, а, своею, наверное, тут имеется в виду, женщину своей. А, ну да, истероидам считает женщину своей. Сережка, мужики перевелись. Даже не ревнуют. Не ревнуют. Даже обидно, когда не ревнуют. Ну, на самом деле, кому-то обидно, когда не ревнуют, кому-то обидно, когда ревнуют. Вообще, ревность в целом психологически это плохо. К сожалению, пилиптоид очень резко реагирует на ревность. Он способен сильно ограничивать права и свободы даже собственного возлюбленного. И, ну, это хорошо, что не ревнуют. Как бы лучше уж так, чем, вот, понимаете, пилиптоид это тот товарищ, который может и убить из-за ревности. Потому что тут-то еще и для него это унижение некое своеобразное, понимаете. Вот, поэтому я бы, ну, не стал, соответственно, говорить, что это такое нужное чувство для здоровых взаимоотношений. Вот, мужики перевелись. Никто не перевелся. Значит, вот это вот я не люблю, когда говорят, женщины или мужчины перевелись. Значит, смотрите, какая ситуация. Психотипы формировались в момент эволюционного такого естественного отбора. Психотипы это следствие эволюционного процесса. По мере того, как меняется социальный строй у общества и движение в обществе идет изменение психотипов и изменение поведения в этом обществе. Но дело в том, что, допустим, с возрастом нам все сложнее и сложнее, даже уже после 25 лет нам все сложнее и сложнее на эти, так скажем, движения отвечать, соответствовать. Потому что мы вот как привыкли, что «Ласковый май» это крутые, веселые, молодежные песенки. Они нам и через 20 лет кажутся крутыми, веселыми, задорными и актуальными. Но есть реальность объективная. И объективная реальность такова, что, соответственно, ничто не вечно под луной, все очень меняется, движется. Наша, соответственно, так скажем, вообще все наши в мире песни, моды и всякие-всякие там вещи, что было хорошо 20 лет назад, там, что было можно в 90-е, да. Сейчас уже считается так делать там нельзя или плохо, или оскорбительно, или наоборот хорошо, но не важно, да. То есть и здесь дело в том, что кто-то к этому подстраивается, кто-то не подстраивается. Но реакция психотипов на те или иные изменения, она всегда разная. Просто тут нужно понимать, что, ну, короче, такая вещь, что каждое время это время, так скажем, определенного психотипа. И они сменяют друг другу с точки зрения истории. То есть если в 90-е время было, да, когда эпилептоиды и проноялы могли себя проявить как-то и показать себя, да. То есть нужно было иметь, уметь быстро реагировать, да, на агрессивную внешнюю окружающую среду. И, соответственно, подобные лихие парни, да, там, особенно, там, какие-нибудь эпилептоиды или социопаты, они быстро занимали в иерархической цепочке какое-то, ну, по крайней мере, там, среднее звено. И есть другая ситуация. Это когда, соответственно, сейчас, да, спустя какое-то время, нарциссы, истерики, они стали, получили возможность реализовывать себя в, соответственно, медиапространстве, они стали более интересны народу, новое поколение хочет быть похожим уже на, не знаю, какого-нибудь мальчика-тиктокера, а не на Сашу Белого, да, идеалы тоже потихонечку меняются. А вы, Анисия, скорее всего, живете, ну, я думаю, что мы как минимум с вами ровесники, вы живете в каком-то, наверное, ближе к моему, да, поколению, да, каких-то идеалов. И наши с вами идеалы, они более грубые, да, и, соответственно, более, так скажем, нацелены на представление мужчин более агрессивных. Но, на самом деле, понимаете, эта смена царствующих психотипов, она была всегда, и она будет всегда. То есть, соответственно, те типы личности, которые доминируют сегодня, не будут доминировать завтра, и идет постоянная смена. Также это затрагивает, напишите в комментариях, кому интересно, я могу снять коротко о том, что такое социальный лифт, понятие. То есть, это затрагивает понятие социального лифта, вот, и, соответственно, от того, как работает социальный лифт, зависит, соответственно, то представление о необходимости, в том числе и определенного поведения, в том числе и гендерного, да, то есть, насколько возможно поведение агрессивное, да, можно агрессивно вести себя. Ну, я же не могу, допустим, вести себя таким образом, как бы я себя вел, там, допустим, там, 20 лет назад, да, то есть сейчас за то, как раньше себя вели 20 лет назад, там, за какую-нибудь банальную драку, которую мы, там, не обращали внимания раньше, сейчас могут очень надолго посадить. Поэтому я вот, когда мне задают вопрос про физическое насилие, я все время подчеркиваю, что это нужно избегать максимально в современном мире, да, по возможности, насколько это возможно, потому что это очень опасно, в первую очередь, особенно для победителя, да. Вот, поэтому быть физически сильным, допустим, и агрессивным сейчас уже не модно, соответственно, это заменяется, восполняется чем-то другим, дорогие друзья. Ну, с вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, и у видео будет продолжение, поэтому, соответственно, что хочу сказать, ждите продолжения, я прям сейчас, наверное, его и сниму.